Сегодня будет одно из самых интересных видео на YouTube, я сама обожаю смотреть такие видео. И мы с вами будем разбирать мою коллекцию косметики. Немногие знали, что я живу между двумя городами. Я решила разобрать один из своих бьюти-уголков, которыми я не так часто пользуюсь. Часть косметики я перевезу с собой в Москву, а часть выброшу. И сейчас я поставлю удобно камеру, чтобы мы вместе с вами разобрали все, что у меня есть. Итак, давайте начнем с комода. Я уже заранее приготовила два пакета. В один я буду складывать ту косметику, которую я оставляю, а во второй ту, которую буду выбрасывать. И начнем, наверное, с первого ящика. Кстати, у меня это комод из Икеи. Это комод для хранения документов. Но мне было удобно его использовать для косметики, потому что он небольшой, компактный и хорошо вписался в комнату. Ну и в первом ящике у меня все для тона лица, для коррекции. Будем разбирать все по порядку. Я постараюсь максимально быстро все это разбирать, потому что косметики действительно очень много. Как вы видите, у меня здесь сохранился раритетный просто тон от L'Oreal. Его уже больше не выпускают. Он был очень классный, но, к сожалению, срок годности уже истек. И буду от него избавляться, но надеюсь, что все-таки L'Oreal возобновят эту линейку в каком-нибудь другом названии. Два средства от Bourjois. И это хайлайтер и скульптор такой, бронзатор. Их я оставлю, но бронзатор, скорее всего, кому-нибудь подарю, а вот таким хайлайтером буду пользоваться. Старичок от Горинье. Здесь осталось совсем чуть-чуть. Это BB крем. Насколько я знаю, он сейчас в другой упаковке, но вот этот BB крем я просто обожала. К сожалению, то, что он закончился и уже, наверное, срок годности прошел, я его выбрасываю. Фиолетовая база под макияж от Misha. К сожалению, ей я не пользовалась. Фиолетовые базы и корректоры вообще очень редко используются, и поэтому буду, наверное, избавляться от него. Выравнивающая основу под макияж от Artvisage. Skin Primer. Обожаю, пользуюсь и оставляю его. Тон от Maybelline Fit Mix. К сожалению, для меня 110 оттенок темноватый, поэтому буду от него избавляться. Но, в принципе, тональная основа достаточно плотная и хорошо перекрывает несовершенство. Также от Maybelline Highlighter в стике оставляю, обожаю его, мне он очень нравится, и он дает деликатное освещение. Тени Color Tattoo от Maybelline, не знаю, что делают в этом отделении, они такие сливочные, но на самом деле этот новый оттенок, он мне не понравился. Он очень легкий, полупрозрачный, и от него я буду, к сожалению, избавляться. Старенькие консилеры, это Reflame. Когда-то пользовалась ими, но уже прошел срок годности, поэтому буду выбрасывать. Также ветеран моей коллекции, кофейновый ролик от Grinier, наверное, с этого все и началось. Наверное, лет 5 назад увидела это средство у кого-то в видео и приобрела, и несколько раз повторяла. Но у этого уже, скорее всего, прошел срок годности, и буду выбрасывать. Легендарный тон от Dermacol. У меня один из самых светлых оттенков, это такая жирная замазка, я вообще не поняла этот тон, поэтому, скорее всего, буду избавляться и выбрасывать. Да, он перекрывает все несовершенства, но он отвратительно блестит на лице, течет, скатывается во все возможные и невозможные морщинки. Я его не поняла и выбрасываю. Средство от Pro Makeup Laboratory это масло и фиксатор в миниатюрке. Оставляю, обожаю эти средства, но маслом пользуюсь только в холодное время года. Здесь у меня три такие миниатюрки от Clorance и Clinique. Clorance это консилер, база под макияж, и от Clinique это серым под глаза, буду пользоваться. Забыла, что они у меня есть, и с удовольствием в ближайшее время протестирую. Консилер от Vivienne Sabo, Radiant Concealer, тоже давно покупала, скорее всего, прошел срок годности, но помню, что они хорошо работали, просто я про них забыла и использовала какие-то другие свои средства. Даже не знаю, есть ли сейчас они в продаже. Когда-то очень мною любимый консилер от Catrice, Camouflage Cream, но мне сейчас нравится жидкая его версия, и кремовый я уже не пользуюсь, поэтому кому-нибудь подарю, кому больше нравится кремовая версия этого консилера. Праймер под тени от бренда Prestige, он мне попытался в какой-то коробочке с миниатюрками, на самом деле забыла про его свойства, буду оставлять и пробовать в ближайшее время, как он работает. Также праймер под тени от Заива, это сияющий праймер, буду пользоваться, мне нравятся все праймеры от бренда Заива, и этот не исключение. Две миниатюрки от Make Up For Ever, это матирующая база и тон, тон, к сожалению, мне темноват, поэтому кому-нибудь подарю, и база мне не совсем понравилась, то есть я не поняла эффекта, когда есть база и когда нет базы, поэтому буду выбрасывать, а тон кому-нибудь подарю. Здесь у меня всякие спонжики, спонжики для кушена я сейчас активно использую для того, чтобы наносить тональную основу, поэтому обязательно оставляю. Мне больше нравится работа вот таких спонжей, даже чем бьюти-блендера, поэтому оставляю, а вот этот спонж от пудры выброшу. Тут у меня также пробники базы под тени от Заива, тоже буду оставлять, здесь и матовая, и сияющая база. Вот эту штучку от Elf я давно заказывала, это такое жидкое средство, чтобы делать из сухих текстур, допустим, гелевую подводку. Мне не совсем понравилось это средство, я сейчас знаю аналоги, которые работают эффективнее, поэтому от этой буду избавляться и выбрасывать. Фиксатор от Make Up Revolution мне нравится, в принципе, я его оставлю в своей коллекции, буду пользоваться иногда. Помню давно мне эти румяна очень нравились, это бренд Elf, видите, у нее такая потрепанная упаковка. Буду выбрасывать, потому что здесь ничего практически не осталось, но это были классные румяна, мне кажется, что сейчас их уже нет в линейке Elf. Легендарный тон от Seventeen Time Plus, очень мне нравится и обязательно его оставлю. У меня самый светлый оттенок, помню, даже какое-то время в работе использовала этот тон, потому что он хорошо и долго держится на комбинированной коже. Но различные шпатели всегда у меня остаются, потому что ими удобно смешивать какие-то продукты, делать что-то креативное в макияже. Набор кремовых тональных основ от Elf, уже очень старенький, как видите, у меня здесь и блестки, и прочее прилипло, неудобно пользоваться, потому что все налипает, как вы видите, и буду избавляться и выбрасывать эту палетку. Почему-то у меня здесь попались палетки с сухими текстурами, но все-таки покажу. Это Be You, это очень классная палитра, здесь есть и контуринг, и румяна, и хайлайтер, и пудра. Она очень компактная, очень тонкая, с собой удобно брать, и обязательно вернусь к ней, и буду сейчас использовать активно, потому что она мне очень нравится. Два тональных средства, одно от Bourjois, Air Matte, слышала хорошие отзывы, но, к сожалению, для меня 01 оттеночек очень темный, поэтому буду кому-нибудь дарить. И тон Infallible от L'Oreal, он тоже для меня темноватый, я выбрала оттеночек 12, розовая ваниль, и его я, наверное, буду выбрасывать. Скажу одно, что мне не понравилось это покрытие, оно слишком плотное, и у меня в макияже оно выглядело действительно маской на лице. Два средства от Revlon, еще не открытая база Photo Ready, оставлю ее и протестирую, и обожаемый мною тон Revlon Color Stay, очень стойкое покрытие, очень хорошо смотрится на лице, да, действительно, это плотный тон, но он перекрывает все несовершенства и не выглядит прям явной маской на лице, поэтому оставляю эти два продукта. Еще два иллюминатора таких жидких хайлайтера, один от Revlon Photo Ready, он мне не совсем понравился, поэтому от него я буду избавляться, а вот этот от Sleek в оттенке Monaco оставляю, потому что он дает такое классное холодное свечение, и на холодное время года, когда прям такая фарфоровая кожа, очень классно смотрится в макияже, поэтому его я оставляю, а от Revlon избавляюсь. Эти два тона я в свое время очень любила, Maybelline Affinitone, у меня 20-й оттенок натурально-бежевый, сейчас он мне темноватый, и от Misha это BB Cream Perfect Cover в оттенке 21, вот Misha я бы повторила с удовольствием, Affinitone попробую поискать посветлее оттенок, но это одни из любимых тональных средств для комбинированной кожи. Кто давно увлекается косметикой, те помнят бум на вот этот вот бальзам после бритья Nivea Man, который все использовали как базу под макияж, успокаивающую, отлично подходящую для сухой кожи, для кожи чувствительной, я не исключение, я тоже его использовала, в принципе дает неплохое увлажнение, но на самом деле с этим справится сейчас очень много различных продуктов, и не обязательно покупать бальзам после бритья мужской, который имеет такую явную мужскую одушку, поэтому буду от него избавляться. За кадром мне сказали, что нужно отдать мужу, поэтому я его оставлю. И еще один такой хайлайтер-иллюминатор от Tony Moly, на самом деле я им очень редко пользовалась, поэтому использую в каком-нибудь ближайшем макияже, и уже подумаю оставить мне его или кому-нибудь подарить. Ну и последнее, что у меня осталось в этом ящике, это вот такой набор для контурирования от Catrice, как вы видите, он очень сильно пачкается, когда им пользуетесь, но на самом деле оттенок для контуринга и консилеры достаточно классные, хорошо смотрятся. На самом деле, не знаю, выпускается ли сейчас такой формат, но если да, и вы искали кремовый контуринг, то советую присмотреться именно к этому варианту. У себя в коллекции я его пока оставлю. Итак, это был первый ящик, давайте приступим ко второму, и, наверное, я разделю все-таки это видео на две части. Давайте продолжим разбирать продукты для лица, и здесь у меня все сухие текстуры, румяна, пудры, хайлайтеры и прочее. Давайте разбирать. Первое это такой Strobing Ball от Revolutions, тоже не очень удобная упаковка, потому что все вымазывается, но он имеет такое классное свечение необычное, такое холодно-розовое, которое переходит в белый, даже немного зеленый, его я оставлю с ним, я еще буду играться и как-то пробовать его применять в макияже, потому что средство действительно необычное, но его нельзя припудривать. От Everline хайлайтер и бронзер. Я не поняла, для меня хайлайтер не сильно светящийся, и бронзер слишком теплый, поэтому буду избавляться или подарю кому-нибудь, у кого такой теплый, загорелый оттенок кожи. Старенькие-старенькие румяна от Seventeen в оттенке 03. Кто давно увлекается косметикой, тоже, наверное, помните, что на этот оттенок был в свое время бум, и у меня здесь даже видно дно у средства, но сейчас я на него смотрю, мне кажется, он слишком теплым и каким-то рыженьким, поэтому, наверное, оставлять у себя в коллекции его не буду. Пудра от Estrada. Я когда-то показывала, как я применяю вот этот темный оттенок в качестве скульптора, и действительно он классно работает. Он не совсем теплый, он такой более нейтральный. Его я оставлю в своей коллекции, потому что мне нравится, как он выглядит на лице. Запеченный хайлайтер от E.L.F. когда-то я очень хотела его купить, но когда заказала сайт iHerb, он оказался абсолютно не пигментированным. Как видите, если сильно-сильно тереть какое-то еле-еле уловимое сияние, на лицо при помощи кисти перенести его очень сложно, поэтому от него я буду избавляться. Давайте уж раз начали говорить про E.L.F., покажу, что еще у меня есть. Есть вот такая палетка хайлайтеров, и они слишком деликатные. У меня много хайлайтеров, поэтому этот набор я тоже кому-то подарю. И вы видите, вот эта упаковка не очень удобная тем, что постоянно вымазывается, пока вы кистью набираете средства. Еще один набор от E.L.F. Я давно его заказывала и думала, что здесь будут прям классные оттенки для контурирования, но, как вы видите, они все какие-то рыжие непонятные. Вот этот белый цвет вообще я не понимаю, для чего использовать, поэтому от этой палетки тоже буду избавляться, для меня она оказалась абсолютно бесполезной. Рассыпчатая банановая пудра от бренда Inglot, она прям такая явно желтая. Она у меня сохранилась с тех времен, когда был моден бейкинг и припудривание именно области под глазами. Оставлю, посмотрю, как она сейчас смотрится на лице, и буду ее использовать просто как фиксирующую пудру. Посмотрим, будет ли давать сильно такой желтый оттенок или нет. От бренда P.E.Z. у меня тоже есть такая рассыпчатая рисовая пудра. У нее неудобная упаковка, она постоянно просыпается, но пудра хорошая. Она классно фиксирует макияж, но немного оставляет белого оттенка, поэтому еще подумаю, как я могу ее использовать. Очень старая моя пудра, здесь уже нет продукта, я просто ее оставила. Это пудра с вибрирующим спонжем, здесь есть такая кнопка. Я ее просто оставила как память, вы нажимали на кнопку, и спонж вибрировал, и наносил средство. Это интересный продукт, но сейчас я таких не видела на рынке, чтобы производили. Еще один хайлайтер, это уже L'Oreal Alliance Perfect. Это хайлайтер с таким холодным свечением, мне он нравился, он очень деликатный, и его я оставлю в своей коллекции. Это два оттенка теней от Artvisage, которые я использую в качестве хайлайтера. Обожаю с розовым и золотым свечением, обязательно их оставлю, как видите, золотое у меня еще не открыто, а розовым пользуюсь. Вот это очень старое средство от Tony Moly, это такая затирка пор, я помню в свое время очень активно ей пользовалась, но оно уже на исходе, и буду выбрасывать, хоть и упаковка такая прикольная в виде золотого яйца. Двое румян от Bourjois, у меня оттенок 74 и 34, мне они очень нравятся. Это запеченные румяна, один такой сияющий оттенок, другой более матовый, у них приятный такой цветочный аромат, даже немного ретро, но он не прям явный. Мне нравится, что у румян есть такая деликатная, интересная отдушка, я когда ими пользуюсь, прям вспоминаю те времена, когда приобретала эти румяна, обязательно оставляю в свою коллекцию, они классно смотрятся в макияже. Также у меня здесь румяна от Makeup Revolution, такие запеченные румяна в форме сердечка, очень классно смотрятся в макияже, они сияющие, поэтому вам не нужен хайлайтер дополнительно, можно использовать только эти румяна без хайлайтера. К сожалению, эта коллекция снята с производства, и все, что вы сейчас видите в магазинах, это просто остатки, поэтому если вам нравится такой формат, то успевайте купить, потому что они действительно классные. Легендарные румяна Colorista от Benefit, они такие теплые, сияющие, я их оставлю на теплое время года, но обязательно буду ими пользоваться, они деликатные. На самом деле, они не всем подойдут, но мне нравится, как они выглядят в макияже и оставляют этот продукт. Ветераны моей коллекции, если вы помните, то этот кремовый хайлайтер от Essence So Glow наделал в свое время очень много шума, всем он нравился, но, к сожалению, это была лимитка, и у меня здесь есть два начатых оттенка, я их выброшу, потому что они уже долго лежат. И один хайлайтер у меня не распакованный, попробую поиграться с ним в макияже. Если понравится, как он будет работать сейчас, по стечению времени, то оставлю его, а эти два выбрасываю. Но это действительно классный был запуск, возможно, Essence сделает что-то подобное в новых коллекциях. Скульптор от Estrada у меня в 208-м оттенке, сейчас он мне темноватый, я пользуюсь 201-м, но, в принципе, мне нравятся скульпторы от Estrada, они имеют такой холодный подтон, никакой рожены, красноты в них нет. Классно работают, бюджетно стоят, поэтому всем рекомендую, но если у вас светлая кожа, то лучше берите 201-й, а не 208-й. Хайлайтер от NYX из коллекции Duo Chromatic. У меня такой розово-персиковый оттенок, он достаточно темный, поэтому для светлой кожи не совсем подойдет. Бонус этого средства, что его можно использовать в качестве теней, он так необычно переливается, и я обязательно оставлю в своей коллекции. Румяна от Artvisage у меня еще запакованы, но я хотела попробовать их использовать в качестве скульптора. Это 106-й оттенок, он такой немного даже лиловый, но попробую и проэкспериментирую, оставляю. Такая яркая тройка румян от Sleek я храню в упаковке. У них очень насыщенные такие контрастные оттенки, и на самом деле я использую их в качестве теней, а не румян. Потому что если хотите наносить их как румяна, то нужно совсем капельку, чтобы не переборщить. Это очень пигментированный продукт, и лучше использовать как такие контрастные тени. Фиксатор макияжа от NYX с немного влажным эффектом, он мне не понравился, я его не буду оставлять в своей коллекции. У меня есть такой же с матовым эффектом, и он мне нравится гораздо больше, поэтому от этого буду избавляться. У меня тут лежит продукт не совсем для лица, это фиксатор бровей, и это действительно прям такой суперфиксатор, практически клей для бровей. Он больше подойдет для каких-то креативных работ, когда нужно просто забетонировать волосы. Для ежедневного использования он не подойдет. Это бренд Model in the Bottle, и оставлю для креативных макияжей. Также от бренда Model in the Bottle у меня есть фиксатор макияжа, он хорошо работает, но у него такой неудобный распылитель, он просто бьет струей. Скорее всего, буду искать, куда его перелить, потому что сама по себе фиксация хорошая, и это действительно такой лак для макияжа, чтобы вы понимали. Когда нужно, чтобы макияж держался очень долго, это не ежедневная история, а такое уже профессиональное средство. Вазелин у меня здесь находится для каких-то креативных работ, но он уже долго лежит, я его выброшу, лучше, если мне понадобится, куплю другой. Ну и сейчас в косметических брендах очень много средств, которые дают такой влажный именно финиш, и уже нам не нужны какие-то аптечные средства, чтобы добиться такого эффекта, поэтому выбрасываю. У меня в этом ящике еще остались тени для глаз, но их я уже покажу, когда мы будем с вами разбирать средства для макияжа глаз. Это видео я буду заканчивать, мы разобрали все средства для макияжа лица.